ИДНИС, Чехия, сносить Канева было глупо, но вмешиваться Россия не должна, сказал Зиман. ИДНИС.ЦЗ, Чехия. 15 апреля 2020 года. Снос памятника маршалу Каневу Милош Зиман считает глупой, смешной и даже комичной акцией. Однако уголовное дело, которое Следственный комитет Российской Федерации возбудил в конце прошлой недели в ответ из-за демонтажа памятника, контрпродуктивно, как заявил в воскресенье на телеканале Прима Президент Ч.Р. Поведение муниципалитета Праги-6, который принял решение снести памятник, Зиман сравнил с иконоборчеством. Вспомним, к чему в прошлом привело иконоборчество. Были уничтожены замечательные произведения искусства, заявил Зиман. Он напомнил, что Канев со своими солдатами освободил в конце Второй мировой войны не только Прагу, но и концлагеря с Венцем. Он заслужил свое место в Праге, а те, кто снесли памятник, ничего в жизни хорошего не сделали, констатировал президент Чешской республики. В связи с вмешательством России в чешские дела Зиман вспомнил свою недавнюю встречу с послами Китая Соединенных Штатов, которые, по его словам, тоже угрожали Чехии. В первом случае, из-за позиции по Тайваню, а во втором, из-за планов чешского правительства ввести цифровой налог. И тому, и другому я сказал, что это вмешательство во внутреннее дело и что это контрпродуктивно, сказал Зиман. Он добавил, что тоже относится к Российской Федерации, хотя он и считает снос памятника глупостью и иконоборчеством. Перемещение памятника, по его мнению, не отличается от его уничтожения. В прошлую пятницу власти Праги-6 демонтировали памятник Каневу, который участвовал в освобождении Праги от нацистов, а также в кровавом подавлении восстания в Венгрии, и намерен установить его в музее. Чешский МИД назвал уголовное преследование России чешских местных органов власти недопустимым. Дипломаты заявили, что добиться выполнения российских законов в Чехии будет невозможно. Министерство также отвергло все попытки российских государственных органов вмешаться во внутреннее дело Чешской Республики. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова